Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Новых зараженных нет. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Место притяжения Саровчан, набережная реки Сати, стало излюбленным местом для прогулок. Лично или дистанционно, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию? Далее расскажем обо всем подробно. В ближайшие дни в России начнутся испытания на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. Ведомстве уточнили, что завершается двухнедельная изоляция добровольцев. После этого будет вакцинирована первая группа людей. Минздрав уже согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военных и гражданских в группе. Цель введения вакцины первой группе – проверить безопасность и переносимость ее компонентов. После вакцинации первой группы вакцину ведут остальным, для того, чтобы оценить ее эффективность и исследовать процесс выработки антител. С минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились почти 10 тысяч пациентов. Всего с начала эпидемии выздоровели около 300 тысяч человек. В общей сложности за время пандемии в России зафиксировано 545 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. По мнению президента России Владимира Путина, страна выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями. 49 регионов приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Нижегородская область сохраняет высокие показатели тестирования на коронавирус. Тесты уже сдали более 307 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований. В среднем за неделю охват тестированием населения составил 195 тестов на 100 тысяч человек. Сохранение высоких показателей важно. Оно свидетельствует о полномерной работе наших медицинских работников по выявлению коронавирусной инфекции, в том числе на ранней стадии, когда симптомы болезни еще не проявились, пояснил Глеб Никитин. К середине июня в Нижегородской области общее число заболевших достигло 14 410 человек. Около 5 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении. Болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2200 жителей региона проходят лечение в больницах. 80 человек находятся в обсерваторах. От коронавируса закончались еще два жителя Нижегородской области. Число летальных случаев достигло 175. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. В Сарове за минувшие сутки не зафиксировано новых заражений. Общее число инфицированных не изменилось. Их по-прежнему 307. Зато увеличилось количество выздоровевших. 101 саровчанин справился с болезнью. Лечение в стационарах проходит 44 человека. 34 пациента лечатся в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. 8 в Приволжском окружном медицинском центре. Два из них находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека лечатся в инфекционной больнице номер 23 Нижнего Новгорода. Под наблюдением медиков остаются 164 человека. Школьные каникулы в самом разгаре. Но ограничительные меры еще действуют в Нижегородской области. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, как они планируют летний отдых для своих детей. Почти половина респондентов отправят детей к бабушкам и дедушкам в деревню или на дачу. Чуть больше 20% оставят ребят дома. Равное количество голосов набрали ответы, еще не определились и отправлю в детский лагерь, если будет такая возможность. 3% надеются этим летом отдохнуть всей семьей. 1 июля в нашей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовать можно как дистанционно, так и очно на избирательном участке. О том, как будет организована работа избирательных комиссий в период пандемии, расскажем в следующем репортаже. Граждане имеют право проголосовать за поправки в Конституцию досрочно, дистанционно и очно. До 21 июня можно получить открепительное удостоверение для голосования не по месту прописки. Также до этого дня принимают заявление на проведение электронного дистанционного голосования через портал Госуслуг. Дистанционное голосование – это пилотный проект Нижегородской области 11 регионов России, который получил возможность провести такой опыт. Для того, чтобы дистанционно проголосовать, следует на сайте Государственной службы Российской Федерации подать до 14 июня соответствующую заявку. На мобильный телефон придет уникальный код СМС-подтверждения. Как только голосование начнется, можно будет при помощи этого кода зайти на сайт, выбрать нужный пункт в бюллетене и подтвердить его. Еще один вариант – очное голосование непосредственно 1 июля на избирательных участках. Будут соблюдаться максимальные меры предосторожности, санитарная обработка, средства защиты членов комиссии. Будет ограничено количество людей, которые могут прийти на участки за определенное количество времени. Для пенсионеров, пожилых людей, людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями, возможно, голосование дистанционное. Сам бюллетень для голосования можно найти в интернете. На вопрос, вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации, предложено выбрать из двух вариантов – да или нет. С текстом самих поправок можно познакомиться на сайте «Конституция2020.рф». Подробнее о голосовании в Сарове по телефону 99067. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Правительство России увеличило сумму минимального пособия по безработице. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей и устанавливается на период май-июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей. Воспользоваться правом на такое пособие можно до 1 октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Компании с численностью сотрудников более 100 человек принимают в региональном Минпроме, а численностью менее 100 сотрудников – в комиссиях при муниципалитетах. Информацию можно получить на портале мойбизнес52.рф или на горячей линии по номеру 8 800 301 29 94. Главное управление МЧС по Нижегородской области предупреждает о риске возникновения пожаров в лесах региона. Спасатели рекомендуют нижегородцам не посещать леса при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов, не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах и не бросать горящие спички и окурки. При обнаружении природного пожара нужно быть внимательными и осторожными, незамедлительно вызывать пожарных. В детской поликлинике возобновилась плановая амбулаторная помощь детям только с хроническими заболеваниями. На прием пациенты будут приглашаться на конкретную дату и время с предварительным опросом на отсутствие в окружении контактных или больных COVID-19 в сопровождении только одного взрослого. Город преображается, появляются новые общественные места и зоны отдыха. Набережная реки Сатис от понтонного моста до улицы Садовой быстро завоевала любовь саровчан и стала еще одним местом для отдыха и неспешных прогулок с семьей и друзьями. Удобная дорожка вдоль берега, красивые газоны и отдаленность от шумных дорог все больше привлекают на набережную жителей города. В рамках комплексного освоения поймы реки Сатис продолжается строительство нового микрорайона. Как продолжение уже благоустроенной Саровской ривьеры появилась еще одна набережная в таком же архитектурном решении. Нравится ли саровчанам новое место для прогулок и городских праздников и стоит ли объединять обе набережные в единое пространство, сейчас узнаем. Гуляю, кормлю уточек, всегда сюда хожу, потому что место красивое. Все хорошо. Часто вообще здесь бываете? Ну почти каждый день. И всегда рыбачите, да? Ну да, да, да. Нет, иногда прогуливаемся по уходным, а так в основном, да, рыбалка. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Комфортно, очень удобно. Да, мы часто выходим сюда гулять с ребятишками. И помладше у нас есть, и старший тоже ходит гулять. Нам очень нравится. Набережная хорошая, прекрасная. Нужно только достроить еще все. Начало, конец будет, будет вообще прекрасно. Не хватает чего для этой набережной. Нужно речку привести в порядок. Вот тогда организовать лодочную станцию, все, пляжи, сходы на речке должны быть. Это хорошее решение сделать набережную тут, потому что тут довольно спокойно, хорошо. Можно проехаться на велосипеде, прогуляться. Есть еще набережная у Саровской ривьеры на Музруково. Вот как вы считаете, стоит ли объединять эти обе набережные в единое какое-то пешеходное пространство? Будет ли это удобно? Ну, я считаю, это будет здорово, потому что можно будет пройти как раз из той части города сюда, не переходя какими-то путями сложными. Да, мне кажется, по отдельности лучше. Так хоть как-то в разных местах вроде как находишься. Будет намного удобнее велосипедистам особенно, потому что вот я хотел бы дальше проехать, а нет возможности. Я думаю, стоит объединить эти набережные. В масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции. В этом году выпускники получают аттестаты со всеми мерами предосторожности. Выдачу документов проводят в два дня. 16 июня аттестаты получили ученики 11 классов. На следующий день девятиклассники. О том, как проходило мероприятие в 11 школе, смотрите далее. Юлия Баринова мечтает стать дизайнером одежды и даже создать свой бренд. Возможно, в будущих моделях найдут свое отражение неизменные атрибуты пандемии, которое стало помехой для полноценных торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы. С одной стороны, деваться как бы некуда. Такова ситуация в стране и вообще в мире. Поэтому, ну, в принципе, можно с этим как-то смириться. Санитайзеры у ворот школы, маски, перчатки и отсутствие гостей, конечно, снизили градус торжественности. Но волнение у выпускников от этого не убавилось. На пороге взрослой жизни они испытывали смешанные чувства. Есть, конечно же, и радость, потому что, ну, мы уступаем в новую жизнь, у нас новый этап начинается. Ну, и с другой стороны, немножко волнение, да, перед какой-то вот неизвестностью, как вот это все получится дальше. Ну, и грусть, конечно же. У ворот школы выпускникам повязывали ленточку, проверяли средства индивидуальной защиты. Потом старшеклассники, соблюдая социальную дистанцию, расписывались за получение аттестата, вставили подпись в график ЕГЭ. Для каждого из них была подготовлена индивидуальная ручка, которую они забирали с собой. Фотографии на память – еще один обязательный момент мероприятия. Но даже в фотозоне некоторые из них отказывались снимать маски. Вручение аттестатов продумано с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Вручение аттестатов у нас проходит по графику. Учащиеся распределены во времени. Они будут подходить через каждые пять минут. В заключительном этапе мероприятия стало вручение выпускникам фотоальбомов, где были собраны снимки их одноклассников и учителей. Готовились к выпускному давно, альбомы подготовили еще в зимнее время. И не оставить пожелания в альбоме – это как будто бы выпускного не было. Праздник прощания со школой приобрел во время пандемии новый оттенок грусти. Выпускники, которые 11 лет сидели за одной партой, вместе участвовали в различных школьных мероприятиях, дружили и поддерживали друг друга, по одному приходили за аттестатом и также по одиночке уходили. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 15 июня в Нижегородской области разрешили открыть библиотеки. Они будут работать с ограничениями. Книги будут выдавать по предварительному запросу. Читатели должны соблюдать социальную дистанцию и приходить в библиотеку в масках и перчатках. О том, как заказать нужные книги и графики работы библиотеки, расскажем в следующем репортаже. Посетители Центральной городской библиотеки имени Маяковского теперь обязательно проходят через сектор контроля. Дежурный сотрудник выясняет, для чего Саровчанин пришел в учреждение и в какой отдел хочет попасть. Библиотекарь проверяет у посетителя наличие маски и перчаток. Для читателей открытый отдел обслуживания по абонементу, отделы краеведческой и духовно-нравственной литературы. Читальные залы, зал искусств и информационно-библиографический отдел пока временно с пользователями не работают. Но если возникнет какой-то запрос или какая-то необходимость, то на секторе контроля библиотекарь дежурный приглашает сотрудника из этого зала, и он спускается и уже выясняет, что нужно конкретному данному читать, или уже решаем вопрос, что дальше делать. Сдать книгу можно в любое время в часы работы библиотеки. Взять какое-либо издание получится только по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефону 994-08, либо отправить сообщение на электронную почту учреждения. Электронную почту абонемента можно найти на нашем сайте Библиом. Там у нас на сайте есть такая ссылочка продления онлайн, и там указана почта и нашей центральной городской библиотеки, на Мира-4, и также указана электронная почта Молодежного библиотечно-информационного центра, который находится на Московской 11. Это тоже наше структурное подразделение, то есть можно отправить по электронной почте запрос им. Одновременно в залах библиотеки могут находиться не более 4-х человек. Если вы вдруг оказались пятым, подождать своей очереди можно в фойе или у входа. Максимальное время нахождения в учреждении – 15-20 минут. Поэтому важно оповещать библиотекаря о визите заранее, чтобы к вашему приходу сотрудники успели подготовить необходимые здания. После каждого читателя книга отправляется на своеобразный карантин. В течение 7 дней она недоступна для других посетителей и хранится в отдельном помещении с соблюдением особого температурного режима. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...